Доброе утро, дорогие друзья! С вами встречает этот новый день Павел Михно и сегодня я, как всегда, спешу порадовать вас самыми интересными новостями. Это программа Фрэш-новости. Мы начинаем! На территории Гомельщины ожидается облачная с прояснениями погода и без осадков. Столбик термометра становится в районе 3 градусов выше нуля. Ветер будет южного направления скоростью от 6 до 8 метров в секунду, при порогах до 12 метров в секунду. Что касается климатических рекордов, то самым теплым оказалось 1 февраля 2015 года. Тогда температура воздуха прогрелась до 5,4 градуса. А рекорд со знаком «минус» был установлен в 1970 году. Тогда температура опустилась до минус 35,1 градуса Цельсия. О финансовых новостях. Наиболее выгодный курс покупки доллара сегодня составляет 1 рубль 98 копеек, евро 2 рубля 46 копеек и 3 рубля 51 копейка за 100 российских рублей. Такие курсы валют предлагают Белгазпромбанк, Францебанк и БНБбанк. А вот наиболее экономичная продажа валюты осуществляется в банке Москва-Минск, Абсолютбанке и Беларусьбанке. Курс продажи доллара составляет 1 рубль 98 копеек, евро 2 рубля 46 копеек и 3 рубля 53 копейки за 100 российских рублей. Раскрыть творческие способности учащихся и помочь в реализации их научных и познавательных интересов поможет областной конкурс «Техноинтеллект». Он пройдет в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины 1 и 2 февраля. Свои разработки представят более 100 учащихся Гомельщины. Состязание пройдет в два этапа – теоретический и научно-практический. Кроме того, для участников будут организованы мастер-классы, экскурсии по лабораториям вуза и развлекательные мероприятия. Победителям областного этапа предстоит принять участие в республиканском конкурсе научно-технического творчества учащейся молодежи «Техноинтеллект». Центральная городская библиотека имени Герцена предлагает гомельчанам немало мероприятий самого разного формата. Это и выставки, и беседы, и встречи с интересными людьми. Одно из таких мероприятий состоится сегодня, когда горожане смогут прийти на встречу с отцом Савой. Желающих принять участие в беседе о творчестве американского романиста и драматурга Трумана Капота приглашают в актовый зал библиотеки к 17.30. Встреча состоится в рамках литературного проекта «Круг чтения». Вход свободный. В личное пространство вход воспрещен. Это не избитая фраза слишком замкнутого человека, а фильм белорусского режиссера Александры Бутер. Кинолента сегодня выходит в прокат. Это история о том, как взрослый человек из-за своих детских комплексов боится открыться жизни. И как только он решается и делает один простой шаг, за пределы своего личного пространства в его жизни происходит множество позитивных изменений. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Но эта картина поведает как раз об обратном. Фильм можно будет посмотреть с 1 по 14 февраля в 23 кинотеатрах Гомельской области. В этот день в 1991 году в составе объединения «Беларусьнефть» был создан Государственный научно-исследовательский и проектный институт нефтяной и газовой промышленности «БелНИПИнефть». Основной и главной его задачей стало обеспечение научно-технической продукцией и инженерингом нефтедобывающей промышленности страны. Кстати, в минувшем году в Беларуси были открыты еще два нефтяных месторождения, причем оба находятся в Реческом районе Гомельской области. Через две недели все влюбленные будут отмечать Валентина в день. К этому самому романтичному празднику зимы готовятся не только парочки, но и гомельский дворцово-парковый ансамбль. Специально для Валентин и Валентинов дворец приготовил сюрприз. Для них вход в этот день будет бесплатным. Они свободно смогут посетить экспозиции и выставки 14 февраля. Пропуском в атмосферу романтики 19 века в мир живописи и скульптуры станет любой документ, удостоверяющий личность. Однако это обязательно условие для обладателей этих имен. Но это еще не все сюрпризы, которые готовит дворец. С 14 февраля начинает действовать акция «Бонус в день рождения». В ее рамках именинники получат возможность посещать выставки за полцены, для чего нужно будет предъявить паспорт или свидетельство о рождении. Сочетание вековых традиций и современных танцевальных техник, быстрый темп и смена ритма – все это и не только – сможет впервые созерцать гоменская публика в рамках шоу грузинского театра танца «Легаси». Программу вечера составят грузинские народные танцы и яркие театрализованные постановки в сопровождении народных музыкальных инструментов. Известный во всем мире коллектив приедет в Беларусь с большим туром впервые и представит свое танцевальное мастерство в Минске, Бресте и Гомеле. В нашем городе яркое выступление запланировано на 22 апреля. Второй международный конкурс «Мойся Брабаян» пройдет в Гомеле с 14 по 16 февраля в Колледже искусств имени Соколовского. В конкурсе примут участие 163 юных музыканта детских шоу искусств, гимназии колледжей Беларуси, России и Литвы. В дни форума пройдут концерты выдающихся музыкантов Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья. Лауреатов международных конкурсов, а члены жюри проведут мастер-классы. Первый областной конкурс «Мойся Брабаян» состоялся в марте 2000 года. С тех пор проведено 8 областных конкурсов, в которых участвовали около полутора тысяч юных музыкантов из разных стран. По оценкам Белстата, в Беларуси стали меньше употреблять спиртных напитков и курить. Целью исследования было отношение современных беларусов к здоровому образу жизни. Участие в нем приняло более 6 тысяч человек. По его результатам, объемы выпитого алкоголя в стране снизились более чем на 30%. При этом абсолютное большинство респондентов признались, что выпивать для снятия стресса стали гораздо реже. Кроме того, у беларусов наметилась динамика и в снижении никотиновой зависимости. Причем мужчины бросают курить активнее женщин. За последние 8 лет количество курящих мужчин сократилось почти на 7%. Женщин – лишь на 1% пункт. Правда, нельзя не отметить, что доля прекрасного пола среди курильщиков в целом не так велика. По сообщениям Белта 10 февраля в Гомеле на базе школы номер 58 пройдут открытые ученические газовские чтения. На них будет представлено около 100 исследовательских и творческих работ. Среди участников – представителей школ, лицеев и гимназий Гомеля и области, а также столичного региона. Чтения пройдут по 7 тематическим секциям – Всемирная история, История Беларуси, Обществоведение, Краеведение, Мировая художественная культура, Православная культура, Педагогика и Православие. Также запланировано проведение трех творческих конкурсов – детского рисунка, литературного и учебно-исследовательских работ по музыке. По итогам научных чтений лучшие работы отметят дипломами. Научно-исследовательский образовательный форум для учащихся пройдет в 18-й раз. За это время он приобрел широкую популярность как в ученической, так и в педагогической среде. Газовские чтения проводятся с целью популяризации и сохранения памяти о великом гуманисте Федоре Газе, имя которого носит гимназия номер 58. Ученые из Канады создали уникальные пломбы для зубов, способные уничтожать микробы в полость рта. Как правило, даже хорошо установленная пломба со временем разрушается, между ней и зубной тканью возникает микрозазор. Попадая в него, вредные бактерии начинают активно размножаться, вызывая кариес. Для решения этой проблемы канадские химики разработали особый состав пломбы, который включает в себя кремниевые наночастицы, наполненные антибиотиками. В результате опытов ученые доказали, что подобная пломба и через два года не теряет своих свойств. Специалисты утверждают, что она может работать долгие годы, продолжая защищать зубы от микробных атак на протяжении всей жизни своего носителя. Российские ученые, работая над созданием аналогичных пломб, использовали наночастицы из металлов, что потенциально должно сделать их еще более долговечными. Это были Фрэш Новости. Для вас я готовил Павел Михно. И помните, доброе утро приносит, добрый день! Редактор субтитров А.Семкин